Вот так выглядит каждый вход в подъезд из пяти существующих в этом многоквартирном доме. Мешки со строительным мусором, коробки, старая мебель, ненужная одежда. Одним словом, у каждого подъезда своя маленькая свалка. При этом рядом стоят евроконтейнеры под мусор, и их даже периодически освобождают от ТБО. Однако маленькие емкости не справляются с отходообразованием. А вывозить большой мусор с этого дома управляющая компания не спешит. В жилком стандарт, конечно, недовольны мы им. В том плане, что они в грязи сидим с января месяца вообще. Мы же мака в помойке практически. Мусоропровод весь прорван. Там все сплошные, все мусор на голову чуть ли не валится. Ну вот, золотают. И приходится постоянно ходить и звонить. Меру просто уже на пределе. Несколько лет тому назад, я знаю, администрация ездила и проверяли, где мусор, вот на мусорках, где много. Даже фотографировали, у них были какие-то корреспонденты даже. Идет мальчик, фотографирует и в администрацию звонит. Вот там-то мусор залежался. Почему сейчас этого нет? Сейчас они месяцами лежат, эти мусоры. Администрация-то куда смотрит? Она что, не видит этого? Ни разу не проезжает по территории, что ли? Ну как-то, ребята, надо все равно почище, все-таки лучше, приятно. Только в свиньи живем. Жители многоквартирного дома на Желябово-11 и готовы бы были выносить крупный мусор на специальную площадку. Но ее здесь просто не существует. Хотя по желанию собственников создать такую площадку можно, говорят в департаменте ЖКХ. Либо на территории дома, либо на свободных городских землях, если есть такая возможность. То есть выйти в администрацию района. И в администрации района специалисты, они помогут, они заинтересованы. В принципе, это наша полномочия, организация сбора и вывоза. То есть деньгами не помогут, а чисто административными какими-то мерами, советами, помочь, допустим, подсказать, соблюдаются ли требования. Допустим. Если такие вещи происходят систематически, может быть, имеет смысл задуматься о выборе, о смене, либо о смене управляющей компании, то есть пригласить на управление другую управляющую компанию, то есть переголосоваться. Либо, может быть, подумать о выборе другого способа управления, то есть, может быть, создать ТСЖ, если это инициативных жителей, там достаточное количество. Добавим, что частота вывоза мусора регламентирована нормами Санпина. При температуре воздуха свыше 5 градусов ежедневно. Ниже допускается вывозить мусор раз в трое суток. Крупногабаритный мусор вывозится не реже одного раза в неделю. Если накопления большие, чаще.